Может ли вас достать ситуацию? Она меня реально достала. Знаете почему? А вот что у нас сейчас сложилось? Вот коронавирус, да? Очень интересная штука. То есть если бы у нас был бы нормальный режим, в котором мы очень хорошо и качественно существовали, у нас процедура заболевания была бы, ну примерно вся процедура заболевания, максимум количества людей, которые бы у нас пострадали, если мы будем брать Китай и брать Россию, то население Российской Федерации, точнее расселение Советского Союза, это примерно было 300 тысяч человек. То бишь в Китае были заражены примерно 80 тысяч человек, да? Китай в, представляете, да, население Китая практически 2 миллиарда человек, ну будем говорить, что там миллион 400, типа такие сказки есть. Хорошо, миллион 400 делим на 300. То бишь максимальное количество заболеваемости было бы в Советском Союзе всего 15 тысяч человек. Ну просто разделите примерно, может быть даже 10 тысяч было бы. То есть, когда мне говорят о рассаднике коронавируса китайского, я говорю, первоначально вспомните о населении Китая. Сколько там человек. И не надо нам сказки рассказывать, понимаете? Не надо. То бишь, если бы у нас был бы коммунизм, то вы бы поняли, о чем идет речь. Что касаемо сегодняшнего мероприятия, да? Меня, конечно, начинает бесить, когда партия власти показывает, что необходимо делать с коронавирусом. Ребят, вы идете по направлению Америки. Я это уже неоднократно говорил, ну примерно месяца полтора назад. Я не стал ничего делать. Ну, примерно. То есть, если мы говорим про Америку с ее населением в 3 или в 4 раза больше Российской Федерации, то надо понимать, что раз мы идем к Америке, мы что-то по-другому-то никак же, да? То есть, у нас ипотека, у нас кредиты, у нас что еще? А, у нас ЕГЭ. Срано, ЕГЭ. Ну вот. Что у нас еще интересного есть? Слушайте, да. Это про ЕГЭ говорю. А у нас никакая уже медицина. Да-да-да-да-да. Вы за 20 лет что сделали, господа мои? Ну, даже еще раньше. То есть, мы начинали колбасить нашу медицину примерно 25 лет назад. Даже больше. Что-то я разговариваю-то. 30 лет назад мы начали практически колбасить. В следующем году, будет 30 лет, после того, как мы развалили Советский Союз. Как клево было. Полное говно, что вы сделали. Реальное говно. Вы сделали дерьмократию. Да-да-да-да-да. И вот эта дерьмократическая партия власти, говоришь, надо повязки ставить. Я говорю, вы что сделали конкретно за последние годы? Я ничего не буду хорошего говорить о том, что мы были бы, и это было бы красиво и выше. Не-не-не. Я себе сказал, что, Леха, нежели богато, нечего начинать в 2009 году, после 2008 года. Понимаете? Я просто подошел к зеркалу и сказал, что, Леша, ну нежели богато, ну нефиг начинать. Так-то и случилось, да. И все стало катиться вниз. Куда все это дело катиться? Вопрос другой. Вопрос, сможем ли мы это сделать? Да легко. То есть я, как член Коммунистической партии Российской Федерации, вам говорю, это делается достаточно легко и просто. То есть у нас 300 миллиардеров. Долларовых, естественно. Неужели сложно сказать, все, ребята, хары, нахапались, пора делиться? Ну, так может сказать любой директор власти. Грамотный директор. В смысле, грамотный президент, если это получается, да. И вы не думаете, что денег не хватит на всех. Да вот так хватит. Теперь мы говорим про Америку. Ну, раз вы американцы, да. Вот. Она вот прямо располагается, это у нас Евразия. Вот она, вот она, дивная Америка. Массенькая такая хрень. Ну, кстати, она, по-моему, такая же, как Китай. То есть разницы особой-то и нет. То есть вот в этом населении, вот здесь получается, и вот в этом населении, только здесь получается почти 2 миллиарда человек. А здесь 400. Ну, как-то так, да. Да. То есть вот в Соединенных Штатах Америки, да, средняя пенсия по достижению 60 лет, это 900 долларов. Что-то как-то это даже не наши 12 тысяч рублей. Да, 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 да. Мы же идем туда. Так давайте делать пенсию, как в Америке. Это можно сделать, еще раз говорю, забрав деньги. А если вы хотите свалить, пожалуйста, валите. Только предварительно все деньги верните сюда, а иначе мы вас не выпустим. Вы уезжаете туда. Вот сколько человек может заработать деньги? Схема, в принципе, простая и очевидная. Человек, который находится в Соединенных Штатах Америки, если он при внезапных случаях погибает и за это несет ответственность государство, ну, то есть война, какие-то другие вещи, то государство ему выплачивает абсолютно нормальную сумму в 5 миллионов долларов. Ну, если это от государства дело все случилось. Потому что они просто пересчитали, сколько топ заработал, сколько минимум, распилили. И оказывается, что разница от топа минимума, это примерно 5 миллионов долларов. То есть каждый американец реально может это дело заработать. И поэтому такая сумма выдается. Я так понимаю, что на этой дивной территории под названием Российская Федерация, вот, сумма-то примерно та же. Только что-то мы столько не получаем. У нас как 2 миллиона рублей, если еще при авиационной катастрофе человек погиб. А буквально рублей, это не доллары. Перечитайте и поймите разницу. Все. То бишь, мы же хотим к Америке идти, да-да-да-да-да. Пойдем к ней. То бишь, на территории Российской Федерации мы установим пенсию. Пенсию эквивалентную 900 долларов. Ну, так же, мы же идем к Америке, правильно? Мы же туда же идем. Партия власти. У вас же все туда шпакает. Вот. Да, и средняя заработная плата. Там тоже где-то 6,5 долларов за час. Ну, пересчитайте и поймите, о чем идет речь. То есть, и наша средняя, если вы будете делиться, естественно, а делиться надо. Так же сделать среднюю заработную плату в пределах, там, полторы-две тысячи долларов. Ну, понимаете, да? Пенсия опускается, зарплата естественно увеличивается. Вот. Теперь, если ваши товарищи не захотят делиться, а захотят съехать, да-да-да-да-да, помните сумму 5 миллионов долларов? Вот 5 миллионов долларов и вы валите. А не миллиарды долларов, ребят. Ну, что? Ну, вы же партия власти, вы же это можете сделать, правильно? Так ли это? Окей. Теперь давайте зададим дивный вопрос, да? О том, где мы живем. Во. То бишь, если мы берем север Соединенных Штатов Америки, это примерно, ну, Бостон. Да, там чуть-чуть может быть еще там сантиметр, там, вверх, миллиметр точнее. То это Волгоград. А дальше жопа. А дальше очень холодно. То бишь, до Волгограда, ну, та самая пенсия, 900 долларов. После Волгограда, где-то в пределах до Екатеринбурга, добавляем еще 300 долларов. Ну, чтобы жить-то можно было спокойно. С Екатеринбурга до Якутска добавляем еще 300 долларов. И это же идет в зарплату, естественно. А уже после Якутска, там, где просто, там еще 300 долларов добавляем. Понимаете? То есть, тут есть нормальные характеристики и по нашему месту жительства. И не надо говорить, что после Якутска там народ-то много живет. Ну, максимум, что если после Якутска туда и вверх, там максимум 10 миллионов. Это максимум. Это еще, я думаю, что там столько-то и нету. То есть, хватит, хватит реально на всем. Так, теперь вопрос другой. О, пенсии, да? Окей. До Волгограда 65. С Волгограда до Екатеринбурга 60. С Екатеринбурга до Якутска 55. А от Якутска и туда 50 лет. Ребята, вы что, оборзели что ли? Вы не понимаете, где мы живем? Хуже места жительства на территории всего мира нету. Нету! Да посмотрите и подумайте. Партия власти. То есть, я уже примерно объяснил, что будет делать, если вы выберете коммунистов. Мы это правильно сделаем. Не беспокойтесь. И с обороной будет все нормально. Все будет нормально. Потому что это коммунизм. Они смотрят и не понимают, о чем идет речь. Да-да-да-да-да-да-да. Клево? Это я вам показал, что там есть. Теперь другая тема. Во. Тема-то другая. Для этого... Табана! Мы используем интернет. Я попробую это сделать. Возможно, вы и поймете. Сейчас я это дело немножко позакрываю. К слову о том, про коронавирус. Помните, да? Мы говорили. Есть такая штука. Я по BBC все это дело посмотрел. Да-да-да-да. Опять не понимаете. Жалко. Итак, втыкаем. Вот. Теперь, на сегодняшний день заразились почти 5,5 миллионов человек. Умерли от 350 тысяч. Ну, примерно. Я не помню, о чем говорить. То бишь, вот посмотрим. Здесь странно с наибольшим заражением коронавирусом. Вот пока идет Китай. До 26 марта. Потом пошла США. Так вот, США идет вообще клево. То есть, в Китае 83 тысячи. Ну, там, с небольшим. Теперь идем, смотрим дальше. Вот видите, вот это Россия шпакает. Шпакает, шпакает. 18-е, 20-е. Хорошо. Вот-вот. Понимаете, да? В Америке сейчас полтора миллиона человек заразились. Бразилия нас перегнала. То же самое капитализм. Ну, и Россия. То есть, в оконцовке сюжета, ну, наверное, все-таки США будут больше. Да. Может быть, там, 2 миллиона будет. А Россия доберется где-то до середины. То есть, мы же туда же, под Америку. Я вам в начале сюжета рассказал, да, куда мы шпакаем. Вот. А теперь, вот сейчас будет весьма интересная штука. Да? То бишь, я вам покажу о деятельности коммунизма и капитализма. Для этого есть такая штука под названием процент смертности. Да-да-да-да-да-да-да. Процент смертности, да? Правильно? Вот давайте ради прикола посмотрим. Потом посмотрите, найдете. Если не найдете, да и без разницы. То есть, я открываю, раскрываю. Ну, давай покажем, что ли. О-о-о-о. Сейчас я покажу. Страны. Там, где... Как называется? Это не коммунизм. Нет, это не коммунизм. Это капитализм. Ваш любимый гадский, мерзкий, вонючий капитализм, где нету небесплатного образования, где с медициной все срака. Реальная срака. Вы не знаете? Сейчас покажу. Вот вы сейчас просто поймете. Итак, первое место. Вау, у нас такая есть мега страна, на которую мы и рассчитываем. США. Умерли. 97 тысяч. Смертность почти 30 процентов. Клево. Дальше что идет? Дальше идет. Великобритания. Смертность еще выше. 54. Не-не-не, вы туда и топаете. Вы там лечите рак. Во-во-во. Езжайте туда и попробуйте пролечить рак. Попробуйте. Ну попробуйте, ребят. Я там не лечусь, поверьте мне. О, а дальше что идет? Дальше у нас Италия, Испания, Франция, Бразилия, Бельгия, Германия. Ну, господавы, это же чистый капитализм. Вот туда шпарьте, шпарьте и сдохните там. Понимаете? Да, да, да. Вы там и сдохнете. Теперь у нас что? То есть, если мы будем говорить вообще о чем-то идет речь, да? То раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать стран. Одиннадцать стран, это топовый капитализм. Одиннадцать. Вот вы туда и езжайте, там и сдохните бараны. Теперь вернемся к другим вещам, да? А мы уже хотим узнать, что такое коммунизм. Пожалуйста. Китай. Смертность 0,3%. Клево. Индия. Ну, там практически коммунизм. Смертность 0,3%. Ну, ладно, хоть у России не так все плохо. Я не буду говорить, что российская медицина, она плохая. Нет, господа мои. Поверьте мне, если мы будем говорить про смертность на онкологии, да? То мы, извините, в топе десяток. Мы не первые, естественно. Первые, это что у нас? Первые, это Куба. Потом идет Китай. Потом идет Япония. И уж потом все остальное. А мы в десятке, не надо говорить, что у нас все плохо. Слава тебе, Господи, мы еще не все просрали. Так, хорошо. Потом, что у нас идет? То есть, мы первоначальные сделали. Вот, у нас идет Румыния. Это постсоветское пространство, да? 6,1. Польша 2,6. Это процент смертности, да? Так, хорошо. Ну, про Японию я ничего не буду говорить. Там 0,6 процента смертности. Нет, я вам сказал про топовую характеристику, да? Так, хорошо. Украина, 1,4. Меньше, чем у нас, кстати. Это Советский Союз, если вы забыли. Вот. Венгрия. Ну, понятно, откуда все это дело было. Так, что у нас дальше? Чехия, 3,0. Молдова, 6,2. Что там еще? Сербия, 3,4. Беларусь. Ну, опять же, Советский Союз. Так, что у нас дальше? Кувей. Так, Босния и Рецегавина. Нормально. Болгария. Отлично. Словения. Нормально. Армения. Замечательно. Куба. 0,7. Оно нормально, да? То есть, ну, надо понимать, да? Не, оно, конечно, хорошо, что вы очень быстро купите себе дом. Да, да, да. Только кому он нужен? Когда ваши дети ничего не смогут сделать, когда вы будете нигде. А, нормально? Вот это и есть бизнес. Потому что то, что сделала партия власти, оно воспитало просто уродов. Моральных уродов. Я не буду ни о чем говорить. Но они не все, нет, не все, господа мои. Есть люди, которые меня смотрят. Это очень хорошо. Я люблю наших горожан, люблю жителей города. Я люблю Россию. Но не люблю наши топовости. Зачем такая топовость? Вот все, что нужно. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно. Вот вам показатель того, что коммунизм это идеальный вариант. Это идеальный вариант. Вы не понимаете, что ли? Естественно, если вы будете за нас голосовать, потому что сейчас как бы разговоров-то не очень сильно много об этой структуре. Ну, ничего, ничего. Первоначально мы это сделаем в городе Магнитогорске. Как можно в городе Магнитогорске, а это уже информация для Магнитогорска. Смотрите, пожалуйста, меня внимательно, господа мои. В смысле, меня больше интересуют товарищи. Понимаете? Господа это вот из тех говнюков. Мне товарищи больше нравятся мои. Приятели, естественно. То есть в городе Магнитогорске как можно сэкономить бюджет? Первоначально необходимо полностью убрать 95% случаев всю бюрократию. Вау! А куда бюрократы пойдут? Плях ты муха! Есть такая штука под названием ха-ха. Везде же рекламируется, да? То есть приходите в городе Магнитогорске, есть работа. Ничего, ничего, устроитесь. Без вас обойдемся. Без вас, говнократов, бюрократов. Что дальше? Это называется сокращение городского бюджета. Представляете? Естественно, целиком надо убрать автомобили. Ничего, ничего, ничего. Я могу на своем Ford Taurus с 91-го года доехать до Челябинска и может быть и дальше. Никаких проблем нет. Подоеду и все. То есть вы понимаете, да? И за свои бабки, за свой бензин, за свой газ я доеду. То есть тараканов не должно быть. Это тоже убирание бюджета. Да, 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 да. Дальнейший вариант. Вау! Крутизна! Вы не понимаете. Я вам предлагаю выйти на улицу. Выйдите на улицу и посмотрите, как у нас ездят трамваи. Они ездят практически пустые. Зачем они нужны? Один трамвай по цене это как 5 электроавтобусов. Вы ничего не доехали? Вы посмотрите, кому-то нахрен все пернулось. Трамваев не нужно. Я прекрасно понимаю, что у нас есть и трамвайные товарищи, типа трамвай это идеал. Да не идеал-то, не идеал. Просто целиком закатать весь город в асфальте и все будет нормально. Дальнейший вариант. То, что сейчас творится. То есть какого ляда у нас пешеходная зона переоборудуется? Да она еще может прослужить 150 лет, ничего с ними не случится. И вот вы начинаете работать. Представляете, это бабки, это реальные бабки. Сколько все это делается. Кошмар. А теперь вернемся к зиме. Про зиму я вам неоднократно говорил. Ладно, хоть не ссорят, слава тебе, Господи. Будете ссорить. Мне, конечно, запретили. То есть по телевидению это не получается. Я же глубоко цензурируемый человек. Потому что, как бы, ну... Проблема цензурируемости у нас не существует в природе. Проблема цензурируемости у нас почему возникает? Потому что человек хочет сохранить свое вещание. А если у тебя будут проблемки, то тебе вещание закроют, понимаете? Да, то есть шеф ничего не говорит. Цензуры нет. Базара нет. Но цензурированность идет по другим путям. Вот и все. Тоже проблема. Так что касаемо зимы, да? Да и вообще. Клево тут было. Недавно посмотрел. Как у нас в дождь обрабатывали улицы. В дождь! Вы идиоты! Вы тупорылые бараны! Это не делается в дождь. Необходимо обрабатывать улицы, когда на улице сухота. То есть когда дождя не существуют в природе. Вы это сделали. Ой! Кошмар, кошмар, кошмар. Зимой нахрена вывозить снег, потому что весной все развалилось говно, понимаете? Зачем это нужно? Чуть-чуть убрали и все. Она так же растает, ничего не случится. По весне так же будет все дороги переделывать. Представляете сколько? Представляете сколько солярки? Она ни хера не дешевый вариант. То есть солярка 44 рубля стоит. Мало того, они солярку делают на своих заправках. Ну, это есть такая заправка. Городская, да? Там вообще просто прикольные цены. То есть понятно, да? То есть это воровство. Это воровство тех денег, которые вы платите. Эти деньги приходят сюда и они разворовываются по самые краевые помидоры. Я очень честно и серьезно говорю. А вот допустим меня смотрят, ну, большее количество тех, у кого с деньгами не совсем все круто. Я говорю, а у вас есть ли свой дом? Нету дома, понимаете? Вот 80% дома, которые продаются, это дома сворованные на нас с вами. Вы не понимаете? Если вы не понимаете, то еще тупее я вам объясню. Есть такая карта Google Maps. Внедряете и смотрите китайские города. Вокруг городов нету поселков. Понимаете? Это и есть воровство. Вот оно откуда идет. Потому что эта партия власти нас сделал такими. Вы понимаете? Мы не будем этим заниматься. Мы этим заниматься не будем. Первоначально мы вернем все деньги. У нас, естественно, проблема. То есть я вам уже объяснял, да? То есть пенсия нет никакой. Но хотя бы, хотя бы можно сделать так, что каждый пенсионер города Монетагорска реально каждый месяц от города будет получать сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Это делается легко, легко, легко. Я же вам уже продемонстрировал. Сократив, сократив, сократив. Вернув все деньги и дав каждому. Почему в Америке, в это, дивная Москва, вот там. Хотя пенсия примерно одинаковая. Почему там пенсионеры живут в два раза круче? Потому что там будет до пары отдельной доплаты. Понимаете? А мы что, не можем это сделать? Надо просто прекратить воровство. Прекращаем это своенство. И все. То бишь, если мы от КПРФ войдем, то мы зададим вопрос. У нас, кстати, если честно, то мэр города, он же не назначаемый, он же выбираемая должность. Правильно? А? Даже если там будет хотя бы половина нас, мы можем меру переизбрать. При этом, сказав Виктору Филиппу, с учетом того, что я его очень сильно и хорошо знаю, комбинат мы не будем прикасаться никоим образом. Это ваше, а это наше. Давайте зададим вопрос, что сделали товарищи из партии власти, которые сейчас есть. За последние, сколько, не помню, то ли 4, то ли 5 лет, ничего не сделали. Они сделали все только для себя. А теперь начинают стирать. Да, президент, проголосуйте. А вы что сделали, а? Вы что сделали? Да ни хрена вы ничего не сделали. Товарищ, который вот здесь тоже, по моему второму округу. Да. Директор больницы. Своровал все, что угодно. Сейчас уехал в Америку, он слинял. Ким боком я понятия не имею, но, видать, вы бы открыли кусочек. И он сразу же туда. Это воровство. Воровство везде и всюду. Оно кому-то нужно? Ну, я не знаю, мне такое воровство не нужно. Вы же понимаете, что воруют наши деньги. Понимаете? Так что, ребята, думать надо вам именно, господа мои. За кого голосовать? Пройдет небольшое количество времени. И когда вы придете к урнам, вы все-таки подумайте о том, что я вам сейчас сказал. Кто будет воровать, а кто не будет воровать. И КПРФ воровать не будет. Оно никогда не воровало. Вы вспомните то время, когда у нас были три качественных сорта водки. Качественные. Не все говно, которое вы сейчас, как у дурака на хорке. Когда были три сорта колбасы. Причем качественные колбасы. Потому что город Магнитогор всегда славился тремя вещами. Водой, колбасой и хлебом. Всегда все люди, которые приезжали к нам, офигевали от этого удовольствия. Понимаете? Ладно, хоть хлеб у нас есть. С колбасой сложности. Но вода еще осталась. Понимаете, о чем я говорю? Пиво было идеально. Их две штуки были. Мы просто приходили. К слову о мусоре. Да не было никакого мусора у нас. Мы этим делом не занимались. А что сейчас? Вы берете колбасу, из которой сущность мяса полностью отсутствует. То есть берется курица. Курица ушибается по самые кривые помидоры. Из курицы выковыриваются, знаете что? Какашки. А все остальное вы едите полностью. И кости тоже. Перемалывается. Ну вообще там 6, до 4 месяца курица. Бройлерная. Она полностью уничтожается. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот. Сложно. Сложно. Но тем не менее понять это необходимо. Это все возвращается. И обратите внимание. Недавно, кстати, в прошлом году. Еще год был прикольный. То есть сделали парк. Я говорю, а почему вы не даете малому бизнесу развиться? Да дайте парк. Сделайте так, чтобы они были идеальны. Я посмотрел, вот у нас есть рядышком здесь в парке ветеранов Магнитогорска. Дали одному товарищу. Он аккуратно все красиво вычистил. Понимаешь? Да дайте всем остальным людям. Зачем вы убиваете мелкий бизнес? Потому что мелкий бизнес, и это тоже, знаете откуда было? Вау. А вы ничего не думаете. Я сейчас расскажу. Был такой товарищ на Сандроп. Так вот он сказал. Пожалуйста, занимайтесь мелким бизнесом. Вы забыли. Потому что вы ни хрена не помните. Вы слушаете идиотов, которые в Советском Союзе не были. Потому что как можно говорить о чем-то? Да, какие-то проблемы были. Я имею в виду, а вот это, помните? Вещи, которые очень сложно было достать. Но люди ходили и одевались. Никаких проблем не было. То есть, если бы Андропов был бы не год, а хотя бы 10 лет, сейчас бы еще Китай покурил бы. Понимаете? К сожалению, он все год-то прожил. А так кооперативу, пожалуйста, никаких проблем не было. Пожалуйста, работайте, делайте все, что угодно. Почему нам сейчас говорят, что мы выбрали Горбачева? Там было все достаточно просто. Горбачев сказал, что он подружится с Америкой. Ну, сука, так просрал бы нам все наше государство. Понимаете? Мы ему поверили, а он все просрал. И вы мне будете говорить, что мы были противниками нашего народа? Да вы не скулите, сволочи. Август 91-го года. Пуч. По сути, мы даже тот, кто руководил нашим оборонным ведомством, да? Министерством обороны. То есть, мы даже не давили. Мы просто перемещались, а некоторое количество дебилопоидов легло подойти. Понимаете? Ну, я не буду противником. А вы когда-нибудь ездили в БТР? Ну, там, на месте выводителя. Вы там вообще что-то видите, нет? Его же не видно. И переехали, естественно. Да в танке те же яйца. Вы думаете, что там сидите как в этом? Нет, конечно. А с учетом того, что вы еще как бараны в блистеры-то вообще ни хера ничего не видно. Ну, переехали, что же бывает. А что произошло в 93-м году? Помните, да? Ваш замечательный говножоп. Один продал Россию, другой пропил ее. Что он сделал с Домом обороны? Весь Дом обороны обстреляли. Просто обстреляли. Такого никогда не было в Советском Союзе. Всю жизнь армия помогала людям. Всю жизнь она помогала. А что сделали потом? Вау, круто. Потом был 94-й год. Первая чеченская. Клево, да? То есть неплохой, да, у вас? Дермократия пошла. Вот как-то так. То бишь, это все делается. Все это дело разворачивается. Нужно только ваши голоса. Поэтому будьте, господа мои, умными. Будьте товарищи мои умными. Будьте друзья мои умными. И думайте о том, кто реально сможет вам помочь. Субтитры сделал DimaTorzok